Так, ну что, наконец-то мы вернулись, бесконечное лето. Я же обещал, что когда-нибудь начать игру. Поехали. Я выбираю что-то, я не понял. Что за выбор? Я не знаю, что я выбираю, понять бы, что я вообще выбираю. Давайте это выберем, силуэт анимешника с компом. Меня интересует только мое одиночество и мой компьютер. Что за... Я сделаю все, что вы скажете. Просто отстаньте от меня. Что за инцельский голос, блядь? Мне кажется, это лишнее. Ты пойдешь со мной? С кем? Куда? Не пойду. Куда не пойду. С кем? Куда? Кто? Почему? За что? Пять часов. У меня тоже пять часов. У меня тоже пять часов. 5.06. Литерально. Отстань. Мое имя Семен Персунов. Пердунов, блядь. Что за фамилия? Персунов. Персунов. Я дизайнер-фрилансер. Звучит как приговор, блядь. Секунду. Я вернулся к монитору и, подкурив предпоследнее с грустью, констатировал, что, похоже, придется выбраться на улицу. А какой же биомусор? Мне уже с самого начала. Я начинаю вспоминать все минуса дефолтной игры, как это все душно было. Ну, тут, походу, герой еще больше злобоеб. Еще добавлено курение, ко всему прочему. Больше этой самой рефлексии душной. Типа, какой я... И... Санину, я так понимаю, регулярно пьет. Ну, просто максимальная аморфная мразь. Опять этот ебучий Dead Inside неудачник, который вечно ноет 24 на 7. Причем, я всегда говорил, что ныть это хорошо. Но есть разные виды нытья. Есть полезные нытья, которые освобождают тебя от негатива. А тут это вот вечно, в бесконечном лете, главный герой ныл, ныл сам про себя, только накапливал себе негатив. И тут то же самое. Ныть полезно среди окружающих, чтобы выплескивать свой негатив на окружающих. И в итоге ты остаешься без негатива, а окружающие собирают негатив. И ты, короче, ну в плюсе. А тут да, он сидит, ноет, не может комнату убрать. Сам на себя ноет, ноет, ноет. Фу, как землок, а какой я несчастный, какой я неудачник. Все болит. В 29 лет ты можешь попробовать подвигаться. Нет, все болит. Так, выбери другого героя. Да я не буду. Пока не прошел много. Я не буду ничего делать. Хитрожопый пиздец. О, гайда, 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 гайда. Кайф, гайда, 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 гайда. Давай, загадите мне еще. Я ничего не буду менять и выбирать. Абсолютно ничего. Не будет ни одной загрузки. Не будет ни одного рестарта. Ни одной загрузки. Никогда. Как мне это бесит. Вернись и сделай по-другому. В смысле, блядь, нахуй. Вернись в прошлое и сделай так, что ты не рождался можешь это сделать нет вот тебе приходится хуйню мету гайдить донатах за монитором был пустой пустынный сектор рунета в котором я обычно обитал парочка формов две или три доски объявлений сборщик почты до неизменный youtube ютуба тоже больше нет не ладно есть но так понимаю ну многие из вас первые могут использовать или еще спишь ты с тех самых пор когда впервые купил себе этот чертов пока ты кстати в курсе что через пять месяцев будет круглая дата вашего трогательного сожительства 10 лет пока не менял серьезно ты же курсил что первые копья представляли собой обтесанную жердину все предназначение которое было сбросить всадника с лошади нет долбоеб который писал вот эту хуйню первые копья были сделаны пещерными людьми чтобы их бросать животных за которыми не гоняются даже не бросать метательные были позже сделаны первые как раз были именно копья не дротики с копьями бегали охотили за животными какие нахуй лошади какие всадники пещерные люди супер древние какие-то там неандертальцы или даже древнее даже древние неандертальцев с копьями бегали охотились за животными потому что копья самое эффективное оружие ты же не будешь блин пытаться какую-то там огромную животину весом 500 килограмм или или в тону завалить дубиной подойти ее и дубиной ударить нет очевидно ты будешь с длинным копьем и со всех сторон обходить и затыкивать вот как когда были созданы первые копья ваш экскурс в историю провалился симпатично да что симпатично я в реальности такой красоты никогда не видел а на экране решил бы что-то photoshop вот это уж лишнее вообще два что-то достаточно мультяшная рисовка интересно если бы у нас была возможность познакомиться поближе получилось бы у нас что-нибудь ну опять этот кринж из оригинала на месте ты не тот мод скачал ты скачал 7 дней лета новость альпа а надо было 7 дней лета бесконечные гачи мучи в моде удаляется это твой жизненный мод персонажи остаются только шурик и электроник и все прохождение вы ебёте друг друга в жопу это твой жизненный рут верно удачи тебе с этим день 1 электроник о нет настоящая электроника конечно под рубашкой прячет вилку на 220 скажи спасибо если это вилка на 220 блять они мы обошли здание приблизились к распахнутой настиж двери тоже новая картинка такой не помню блять аж чел из этого это же чел из того аниме которое выиграла в аукционе из евангелиона так бы я не знал а так я знаю а чё это владелец прачечная блять страшно я в свои вещи туда стирку не отдал она подмигнула я повернулся к своей тарелке и обнаружил что котлета пропала большой семье клювом не щелкает ах ты маленькая дай котлету блять потребовать котлету котлету хотя я лично котлета не блять вообще можно есть котлета котлета такой дерьмо на самом деле котлеты это вообще реальное мясо или котлета я пытаюсь помнить я в детстве раз котлету ел когда мне было лет 10 или меньше это реальное мясо или нет что имею под этим виду ну знаете вот есть короче фейковое мясо колбаса типа колбаса это колбаса это не настоящая она как она типа как мясо но это не мясо фейк мясо ну дерьмо короче колбасу тоже не ел с самого детства а котлета да тоже как фейковое мясо то есть помнить что такое котлета но я знаю как она выглядит а внутри там мясо или фейковое мясо что у меня котлета ассоциируется с колбасой ну типа как фейковое тоже мясо. Понимаешь, что она невкусная? Котлеты всегда супер невкусные, как колбаса. Любая колбаса, любая котлета невкусная. Они чувствуются как фейковое мясо. Или типа низкосортное мясо. Плохого качества. Короче, неважно. Котлеты я не ем. Я уже почти был откусил благословенный ароматный кусок мяса, как вдруг заметил на тарелке шевеление. Переведя взгляд на тарелку, я отпрыгнул назад, запуская стул в стенку. Фу, блядь. Это чудовище. Неведомая тварь неторопливо развернулась и, выбрав направление, все ускоряясь, понеслась. Ко мне! ААА! Блядь! Я сразу пылесос беру, когда вижу такие темы. Когда я у себя дома в Венеции видел такую штуку, я брал пылесос. А я их видел пару раз. Я даже одну сфоткал себе в блог, в телеграм. Давно, что-то было. Что такое душлаг? Что такое котлета? А мясо фейковое или нет? Пиздец, ты ценитель. Котлету можно делать из всего угодно. Тефтели это тоже котлета. Без понятия. Если тебя в детстве кормили жареным вовном, Тебя прямо сейчас говном кормят Я просто запомнил, что котлеты это невкусно Я никогда в своей жизни не ел ни одной вкусной котлеты Ни разу за всю жизнь я не пробовал вкусной котлеты Котлеты это невкусно Меня кормит говном венецианский мизантроп Который считает фарш кейковым мясом На основе опыта поедания жареного говна в детстве Ты бы хоть в гугл вбил Я в любом случае такой не ем Фарш это фу Тебе нравится есть фарш? Ешь Я вообще такой ненавижу Фу, фарш Тебя в детстве просрочкой кормили Можно делать из любого мяса А зачем? Тебя погоняло пизданутый Сравнил тебя с 2017 годом Ты конкретно деградируешь неумолимо Котлеты и мясо это одно и то же Восемь классов школы Тогда почему котлета называется котлеты Если это одно и то же И почему котлета хуйня на вкус Зачем мне есть фарш, когда я люблю твердое, жесткое мясо Не, подожди, если фарш и мясо это одно и то же Давай превратим твою руку или ногу в фарш Это же одно и то же What the hell? Это же одно и то же Как тебе такая перспектива? Ты бы, ты бы Вот так-то лучше Ты хочешь со мной поругаться за то, что я разрешил ситуацию? Ты это, блядь, блюдо И байк главный герой дебил Аааа, зачем ты меня дышишь? Мясо для котлеты превращает в фарш Вот фарш-то дерьмо! Вот Фарш, дерьмо Фу Фу Потому что я не люблю фарш, потому что мне оно мерзко, потому что хочу твердое мясо есть, пережевывать его зубами. Я тебе уже предложил, давай, давай превратим, блядь, части твоего тела в фарш, если ты одно и то же. Пока ты не согласился, можем дальше не обсуждать данный вопрос. Вот так-то лучше. А че такого? Зачем мою руку фарш? Ты хочешь сделать из нее котлетку? Ты ко мне ебал. Что ты почувствовал разницу между мясом, блядь, и фаршем? Ты должен ее просто сконистить без фактора фарша. Че ты мне хочешь? Ты реально ко мне доебался на протяжении пяти или шести донатов на основании того, что я ненавижу котлеты и, собственно, фарш. По крайней мере, ты мне объяснил, почему я ненавижу котлеты, потому что я вообще не помню, потому что там внутри фарш. Вот я всегда предлагал таким донатерам, как ты, сразу одним донатом все мне лучше послать, чем душить какую-то хуйню, есть много донатов подряд. А дай мне сразу все свои деньги, так проще будет. Короче, пока что, как я понял, главное отличие от оригинала, то, что, я так понял, три варианта вначале выбираешь, кем играть. Далее, тут более литературный текст, больше различных описаний, как в книге, и вообще, в целом, текст более такой литературный, более взрослый. Но сами мысли персонажа такие же дебильные, подростковые, из кучей вот этих всех оригинальных комплексов сценаристов. То есть, местами такую дичь говорят, чушь, сложно читать. Не знаю пока, насколько мне нравится постановка с оригиналом, я бы не сказал, что я фанател как-то от оригинала. Вот в оригинале, я же говорю, больше половины игры, это была музыка атмосферная, которая реально тащила. То есть, композитор был на сверхразумичах. Очень хорошая музыка. Местами были, конечно, картинки неплохие, которые тоже куда-то создавали атмосферу. Но самое главное, для меня больше 50%, процентов 70, это была музыка оригинальной игры. Вот это вот очень сильно тащило эту игру. Тогда на сегодня все получается. Вы действительно хотите выйти из игры? Ну как тут выйти из игры? Когда на тебя так смотрят, кто бы оставил эту кусечку одну? Эх, вышли из игры. Эх, вышли из игры.